Это сегодня основной вектор их деятельности сместился. А еще недавно волонтеры были опорой для людей, которым пришлось изменить свой привычный образ жизни. Ограничить общение и выходы из дома. Речь идет о населении из групп риска и болеющих ковид-19. Добровольцы покупали им продукты и лекарства. Порой даже приходилось гулять с собаками. Их работу трудно переоценить. Волонтерский штаб продолжает свою деятельность. Конечно, сейчас есть некие пославления, связанные с пославлением в том числе со стороны и правительства Московской области. Отмена сейчас идет, постепенная отмена различных ограничений. Вместе с тем, все равно основная цель, а мы делаем сейчас упор на пожилых людей, она остается. Это именно помощь в обеспечении, в комфортном проживании, в доступе к различным видам услуг и так далее. В ежедневном режиме активисты молодой гвардии и движения «Волонтеры Подмосковья» на горячую линию принимают заявки от нуждающегося населения Ленинского округа. За время пандемии было отработано порядка 13 тысяч таких звонков. Сейчас большая часть обращений от людей старше 65 лет. Губернатор очень часто и очень много уделяет внимания именно волонтерскому движению, которое создано было по всей стране, но в Московской области особенно с трепетом, с добротой к людям. Спасибо вам огромное и в этом в первую очередь ваша заслуга. Работу добровольцев накануне отметили представители местного отделения партии «Единая Россия». В награждение благодарственными письмами приняли участие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абаренов. В этот день награждали руководителей организации муниципалитета, где волонтерскому движению присоединились с целыми коллективами. У нас в территориальном отделе был создан волонтерский корпус, куда у нас вошли и детско-юношеская организация наша, это учащиеся 11-й школы старшеклассники, это и наши активисты района, простые жители, это и сам территориальный отдел. И в то непростое время и до сих пор в принципе мы продолжаем эту работу нелегкую. Сейчас, помимо всего прочего, добровольцы помогают и медицинскому персоналу, работают в пунктах вакцинации, организуют деятельность прививочной кампании. Это только когда в нашей стране будет общественный такой иммунитет, мы можем до конца побороть такую ненавистную нам штуку, как коронавирус и все, что с этим связано. Поэтому призываю всех, так сказать, здравомыслящих людей, которые хотят, чтобы все-таки наше государство, и мы, так сказать, вернулись к той жизни, которая у нас продолжалась до этого, обязательно сходить и привиться. Набор желающих волонтерский штаб продолжается. Записаться в ряды добровольцев можно по телефону горячей линии «Мы рядом» 8 925 120 39 30. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВиднетВ.